МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Шесть вечера в Южной столице". Это новости Ростовской области. Здравствуйте. В студии Вартан Суниджанс. Смотрите в выпуске. Жилье для детей-сирот, учебные классы и сквер тюльпанов. Группа губернаторского контроля проверила, как потрачены федеральные деньги в Орловском районе. Прививка без отрыва от планов. Как работают мобильные пункты вакцинации в Южной столице. Поражение от гостей. Подробности встречи футбольного Ростова с московским Спартаком. Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля, такси и грузовика коммунальных служб. ЧП произошло сегодня утром в Ростове на улице Байкальской. Как сообщили в областной ГИБДД, пьяный таксист врезался в мужчину, который занимался погрузкой мусора в грузовик. Пострадавшего госпитализировали. Проводится проверка. С начала кампании по вакцинации в Ростове-на-Дону привились почти 58 тысяч человек. Количество мобильных пунктов в Южной столице растет ежедневно. Так, например, сегодня в здании главного автовокзала открылся очередной прививочный комплекс. О его работе Алина Высоцкая. Мы находимся на главном автовокзале Ростова-на-Дону. Здесь уже началась бесплатная вакцинация от COVID-19. Под кабинетами образовываются небольшие очереди. Мы уже успели пообщаться с теми, кто сделал прививку. Я решила привиться. Считаю, что прививка нужна, вернее, вакцинация нужна, чтобы побороть этот COVID. Нужно прививаться, это безопасно, чего советую своим близким и родным. Причем прививаются сегодня и представители власти, бизнесы, образования, общественники. Я своим примером решил тоже сделать два хороших дела. И привиться, и показать всем, что это не так страшно. Вот своим поступком я хочу призвать всех своих коллег, чтобы они приняли участие в этом важном для нас мероприятии. Процесс вакцинации несложный. Сделать прививку в пункте может любой житель города, вне зависимости от района, в котором он проживает. При себе надо иметь паспорт, СНИЛС и медполис. А дальше гражданин проходит в кабинет к медикам. Человек приходит, а его осматривает доктор, измеряет давление, измеряет сатурацию, то есть это насыщение легким кислородом. Затем заполняются анкеты, добровольное согласие. И если противопоказаний нет, человек прививается. Первой дозой вакцины. Через 21 день, если прошло все нормально и противопоказаний никаких нет, прививается второй дозой вакцины. Работу пунктов обеспечивают городские поликлиники, помогают в процессе вакцинации волонтеры и медики. А представители управления городского здравоохранения отмечают, что мобильные пункты расположены в местах с высокой проходимостью, а потому они удобны для людей. Поэтому, конечно же, с учетом погоды, это торговые центры в приоритете. Если это центральные рынки, то это павильонная система. Ну и также в автомобилях. Те пациенты, которые приходят в поликлинику, имеют возможность вакцинироваться в поликлинике. А для работающего населения выбрать время и приехать в поликлинику, в стационарный пункт, иногда бывает проблематично. Поэтому это можно сделать по пути куда-то. Напомню, что также в центре города действуют пункты вакцинации в ТЦ. Солнышко и Большой. На Соборной площади в здании столовой на Центральном рынке. И другие. Отмечу, что мобильные комплексы будут работать и в выходные дни. Например, этот пункт на главном автовокзале работает с 13.00 до 20.00. А в субботу и воскресенье с 12 часов дня до 7 часов вечера. Алина Высоцкая, Александр Кучес, Дон-24, Ростов-на-Дону. Сильный дождь и ветер до 20 метров в секунду ожидается сегодня в Донской столице. Управление ПГО и ЧС предупреждает об ухудшении погоды. Ростовчанам советуют убрать с балконов вещи, не парковать автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями. Также рекомендовано ограничить выезд на личном транспорте. Пешеходам не переходить улицу в потоке воды. Кроме того, в ведомстве предупреждают. Дождь может залить подземные переходы, складские помещения, вызвать психологический дискомфорт у населения. У некоторых ростовчан психологический дискомфорт вызвал результат вчерашнего футбольного матча между Ростовом и Спартаком. Интересный и зрелищный поединок. Центральная игра 24-го тура российской премьер-лиги завершился победой столичного клуба. Он впервые с 2013 года победил на Дону. Харпин сделал четыре изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против Ротора. Вместо Хаджикадунича, Гиговича и Байрамяна с первых минут появились Паярков, Хошимото, Алмквист и Полос. Желто-синий бодро начали встречу, но счет в матче открыли спартаковцы. На 23-й минуте Мозес продвинулся вперед, переиграл один в один Паяркова и пробил по воротам, после чего мяч, срикошетив от ноги Али Сами, отскочил в Письякова и залетел в ворота. Пропущенный гол немного взбодрил ростовчан, и они большими силами пошли в атаку. Полос получил пас от Соу и выполнил прострел вдоль ворот в направлении Алмквиста, который прервал Маслов. Но сделал это крайне неудачно, срезав мяч в собственные ворота. 1-1. Через пять минут Георгий Махатадзе вывел свою команду вперед. Но удержать победу до перерыва хозяевам так и не удалось. За минуту до конца первого тайма Александр Соболев сравнял счет. Второй тайм команды начали на больших скоростях. В самом начале отрезка отличный шанс упустил Али Соу. Его мощный удар метров с двадцати так и не достиг цели. И все же последнее слово в этом матче осталось за Спартаком. Александр Соболев выпрыгнул выше всех после подачи промеса со стандарта и головой буквально вбил мяч в сетку хозяйских ворот. 2-3. Именно эти цифры на табло зафиксировал финальный свисток арбитра. Следующий тур Ростов проведет 10 апреля. Дома принимаем Казанский Рубин. Роман Саганов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Повысить интерес молодежи к плаванию и расширить доступность занятий водными видами спорта. В федеральном проекте «Единая Россия и новая школа» по инициативе Ростовской области появились новые направления. За основу взяли программу «Всеобуч по плаванию», которая действует на Дону уже несколько лет. Основная задача нововведений – укрепление физической формы юных жителей региона и профилактика несчастных случаев на воде. Я уверен в том, что это очень хороший ресурс для решения вопроса на федеральном уровне, привлечения не только внимания, но и федеральной составляющей проекта. Одним из способов решения этой задачи может стать активное использование существующей спортивной инфраструктуры. Например, в Когольницком районе с 2017 года действует физкультурно-оздоровительный комплекс. Наряду с общей физической культурой здесь занимаются и плаванием. Новое жилье для детей-сирот, новые учебные классы для образовательного проекта «Точка роста» и новый сквер Тюльпанов. Поселок Орловский получил оценку «Отлично» от группы губернаторского контроля. Деньги, выделенные на реализацию национальных проектов, освоены в полном объеме. Новое и комфортное жилье для детей-сирот. За последние два года квартиры в Орловском получили 29 человек. Не в многоэтажных домах, а в коттедже, где можно обустроить еще и небольшой дворик. На строительство таких домов было выделено больше 26 миллионов рублей. А вот станет ли квартира в доме уютной, конечно, зависит от хозяев. Наталья Плотникова счастлива, что получила сделать все по своему вкусу. Да, это все сделано на деньги государства, которые выдавались непосредственно пособие. Пока еще было маленькое, откладывали деньги, знали, что будем делать ремонт. Сейчас я учусь на заочной форме в экономическом университете. Губернатор нашей области уделяет особое внимание именно от качества, предоставляемого детям-сиротам жилья. Здесь нареканий нет. Сегодня мы посмотрели очень хороший пример. Соответственно, это примеры для других детей, которым предоставляется жилье. Потому что все-таки есть определенные стандарты, в рамках которых делается, строится. И затем уже дальше это уже уют и комфортное состояние тоже создает сам человек. Настоящий интерактивный тир. Робототехника, шахматы и не только 32 направления для дополнительного образования. А получить навыки по гуманитарному и цифровому профилям можно на базе образовательного центра «Точка роста». Первая школа Орловского очень быстро включилась в нацпроект образования. На создание центра в 2020 году учреждению выделили почти 4 миллиона рублей. Безусловно, эта материальная техническая база обновленная, красивая мебель, новое оборудование для того, чтобы более качественно изучать предметы, такие как ОБЖ, технология, информатика. Безусловно, внеурочная деятельность, дополнительное образование. Центр открыт 1 сентября. Сквер Тюльпанов – это детище еще одного национального проекта «Жилье и городская среда». Пожалуй, самого уютного и красивого места в Орловском теперь и не найти. Начали строительство парка прошлым летом. В декабре объект сдали. Почти 15 миллионов потрачено на реализацию проекта. Главное украшение – художественная зона с рисунками детей поселка. И, конечно, огромные алые тюльпаны. Вечером они еще и горят. На маленькой территории реализовано, собственно говоря, все, что должно быть в хорошем полноценном парке. Поэтому, я считаю, можно поставить оценку только 5 тем моментам, которые мы сегодня посмотрели в рамках национальных проектов, в рамках губернаторского контроля. Потому что это все, собственно говоря, нацелено на комфортное и достойное проживание наших граждан, которые живут в Ростовской области. Также в Орловском сейчас идет вакцинация жителей против коронавирусной инфекции. Первый этап почти завершен. Тысяча доз вакцины получена и большая часть уже введена. Оксана Мельничук, Виталий Ступаков, Дон-24, Орловский район. Модернизация 10 километров трамвайных путей в Таганроге начнется в этом году. Об этом стало известно во время визита в город главы региона. Помимо замены рельсов, предстоит обновить коммуникации, необходимые для движения электротранспорта. Эти работы – часть программы комплексного развития города. На совещании под руководством губернатора обсудили вопросы заключения предстоящего концессионного соглашения. Предметом соглашения должна стать модернизация 45 километров трамвайной инфраструктуры и обновление подвижного состава. Василий Голубев призвал чиновников обязательно информировать жителей Таганрога о предстоящих работах и по возможности привлекать население к благоустройству. В программе обновления Таганрога шесть направлений – туризм, транспортная инфраструктура, дорожное хозяйство, ЖКХ и комфортная городская среда, а также вопросы экологии и комплексного развития города. О развитии Таганрога и о подготовке к пожароопасному периоду в Ростовской области, а еще о ситуации с коронавирусом в регионе через несколько минут в программе о главном с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Прямой эфир впервые пройдет одновременно как на телеканале Дон-24, так и на радиостанции ФМ на Дону. Телефон, по которому жители области смогут задать свои вопросы главе региона, вы сейчас видите на своих экранах. Напомню, программа о главном в 18.15. На этом пока все. Еще больше новостей в наших социальных сетях и на сайте don24.ru. В студии был Вартан Сюнинджанс. Увидимся в 8 вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова